как и любое оружие коронавирус имеет не только кнопку старт но и кнопку стоп в начале января в одном из своих фильмов я говорил что эта пандемия является для китая предупреждением они боевым применением и вот прошло 40 дней и моисей неудавшейся пандемии все же вышел из пустыни тотального заражения и выиграл свой китайский народ теперь пока отормозившие аналитики гоняются за последними сенсациями давайте заглянем вперед и рассмотрим ситуацию в китае уже победившим сглобный корона вирус прежде всего отметим сегодня по телеканалу россии 24 один из людей в белых халатах официально сообщил что каждый корона вирус имеет своего изобретателя и любая передача вируса это деньги этим врач объяснил нежелание китайцев передавать свой вирус странам на проверку таким образом этот врач напрямую подтвердил искусственное создание корона вируса в том же эфире прозвучала ссылка на трампа который дал поручение своим ученым прояснить ситуацию с корона вирусом этот момент я принимаю в свою сторону ибо недавно вышло мое интервью о том что корона вирус разработала английская корона в сша в канаде или в австралии где-то в ее странах вот дональд и вскопишился в предыдущем своем фильме я показал что события в китае не становится ни в какое сравнение с реальной пандемии спида которые свирепствуют на территории россии и каждый год умершими приносит 50-70 тысяч человек руководство россии не реагирует на эти смерти но в то же время брызжет слезами по умершим китайцам которых почило в 20 раз меньше на этом фоне интересно слушается обвинение президента россии владимира путина прозвучавшие на недавнем съезде партии единая россия а еще интереснее воспринимаются слова сенаторов выражающих свою откровенную дружбу нашему политическому врагу китаю подскажите а вот как вы просите журнала президента а вот с китаем непонятно население очень волнуется в сибири и там и войска и какие-то учения непонятные поджоги вывоз леса и вот этот стратегический партнер наш он беспокоит местное население в центре тоже мы видим китайского меня не партнер беспокоит а местное руководство если такое есть надо с ним что-то решать ну а пока они же на местах послушайте обослушайте давайте кирю не будем заниматься и так далее там надо наводить порядок всем кем положено это опасная штука а не вы не опасно не будем провоцируете никого не ну пока все закройте хорошо спасибо извините дадут не только ее и страну сдадут не подскажите а вот с китаем как вот у нас мою политический партнер у что-то неясно народ еще волнуется насчет китайской агрессии себе там поджоги фобии которые нужно преодолевать потому что основание для таких фобий но это же места с мест идут со сигналами и захват земель нам дороже всего это суверенитет россии ее национальные интересы территориальная целостность и попустить власти китайском вопреки местному населению вот нужно бояться действий местных властей если они допускают ну так они повсеместно вы уже пол сибири вырубили и сожгли это мы видим на наших глазах и к ним в хвост пристроился глава коммунистов геннадий зюганов вот молодежь не знает кто враг россии вот ответьте у нас враги то есть спрашиваешь не 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 знаю я не в категории врагов а противник есть наш главный противник конечно это американский глобализм с его сателлитами а китай по экономике нет китай стратегический союзник и вы должны прекрасно понимать что крайне заинтересованы в том чтобы мы укрепляли союз по евразийской стране а москва полна монгалоидов это китайская агентура как вы считаете нет вы провокации почему я вспомнил всех этих политиков потому что в китае вирус попал не сам по себе а был доставлен специальным курьером из-за пределов сша каждый из этих политиков мог быть таким курьером или подобным курьером и один из таких курьеров был обнаружен и сми уже писали что когда курьер умирал он сообщил врачу что является переносчиком боевого вируса у курьера разрушился контейнер и пошло заражение указанный врачу сообщил об этом и его убрали об этом тоже сообщалось нам не важны их имена нам важно что это атака на китай была проведена по законам классики биологической войны сначала доктора ливен ляна арестовали а затем зачистили также классикой такой войны являются действия властей китая во первых они сразу же изолировали своего лидера си дзи пиня он уже более месяца не показывается в эфире более того руководство страны не проводит никаких публичных и массовых акций собраний заседаний и тому подобное о наличии армии блокпостов и и подобных средств уже говорилось много на мой взгляд все уже закончилось и китайские власти просто будут некоторое время делать в своей стране биологическую уборку на некоторых экстратериальных очагах тоже пройдет зачистка и мир успокоится я не удивлюсь если некоторые лайнеры при этом случайно затонут так проще убрать сразу весь корабль но надо отметить и главное все сливки с данной ситуации уже сняты во первых нанесен сильнейший удар по экономике россии путин рассчитывал что от недавно построенной трубы в китай он выиграет 16 процентов плюсом а теперь прогнозы экспертов показывает что будет нормально если россия выйдет из ситуации с 20 процентным минусом это для нас важное и это для нас как раз демонстрирует немощь наших государственных торговцев воровать могут продавать нет во вторых китайцы выиграли они скупили акции своих же компаний то есть провели национализацию на фоне того что непосредственно перед своим уходом дмитрий медведев распродал большую часть оставшихся компаний россии китайцы делают все наоборот они возвращают государству распроданные жуликами и ворами компаний до китая пришлось заплатить за это некоторую цену но повторюсь еще раз для сравнения россия позволяет вымирать своему населению темпами по 50 70 тысяч человек в год только для того чтобы гомосексуалистам безопаснее пукалась а китай за гораздо меньшей жертвой смог вернуть себе свою государственную собственность в третьих китай получил в свое распоряжение боевой вирус это наиболее опасное я понимаю что этот вирус полубоевой в нем нет некоторых частей но это все же оружие и попав к китайцам он способен выстреливать теперь в нужном им направлении и вот здесь мы вспоминаем чудаков которые пытаются убедить весь мир что расового оружия не существует то есть генетика существует различие в генах существуют а используют эти различия в военном плане якобы невозможно таким чудакам я отвечу самым первым чудом такого плана было следующее лежал камень и каин умудрился из него сделать оружие чтобы убить своего брата авеля если возможны такие мелочи с такими фатальными последствиями то что говорить о генах коронавирус безусловно поражает только китайский элемент это было и заявлено сразу же я об этом говорил не специалисты не могут понять некоторые моменты но это только от их необразованности например появились данные что корона вирусом заболел украинец это мол невозможно потому что украинец не китаец в своем фильме коронавирус стер толерантность следующие индия и украина я показал что украину ждет поражение коронавирусом но видимо причины этого были мной освещены не совсем доходчиво поэтому повторюсь население украины на две пятых является монголоидным это татары хазары и различные элементы евреев и генетика крайне схожи с китайской потому что местом исхода указанных групп населения был китай поэтому корона вирус находит украинских китайцев кавычках и поражают их во все числительные и именительные формируя соответствующие поддержи в этой связи ученым необходимо разобраться насколько точно является генетическая настройка корона вируса если он ориентирован только на китайцев центральной зоны китая то как районом этой страны воздействие этого вируса будет слабить и за пределами и и он ослабнет еще сильнее если же настройка корона вируса произведена на монголоидную расу то тут ситуация может быть серьезней повторюсь сейчас применен полу военный штамм вируса но если будет применен полностью боевой вирус то поражение коснется всех монголоидов от китайцев вьетнамцев лаосов японцев и так далее до татар хазары якутов удмуртов эстонцев финнов башкир мордвы части германского этноса части испанского этноса всего коренного населения америки и так далее однако пока это нам не грозит последние останки в китае доедают птицы с ними борются военные видимо агрессор получил от китая то что хотел мы пока этого точно знать не можем но по темпам спада интереса к ситуации судить можно о том что все пока обошлось и последнее источник вируса конечно же не найдут руки у китайской разведки в этом случае коротки обойдутся мягушками и змеями а приветик в виде генетической подписи в каждом коронавирусе китайские генетики уже прочли это своего рода предупреждение о возможности второго шага в данном направлении неважно кто его сделает главное что второй шаг будет шире